Интересные дела происходят на России. Знаете, кто вот этот бородатый дяденька? Зовут его Александр Калинин. Он организатор интересного движения, которое названо по примеру Исламского государства, Христианское государство, Святая Русь. Образовалось оно в начале 2017 года. Активисты тогда писали, что в случае выхода фильма «Матильды» кинотеатры начнут гореть. И они действительно начали гореть. Известно несколько случаев поджога, сгорела машина, а также многочисленные угрозы, в том числе в письменном виде, тем или иным владельцам кинотеатра. Этот человек, Александр Калинин, ни в чем себе не отказывает. Абсолютно открыто заявляет о своей радикальной и экстремистской позиции. Вот что он говорит на вопрос, действительно ли это название «Христианское государство» – прямая отсылка к террористическому исламскому государству. Цитата. В 2013 году мы смотрели тогда на весь этот исламский мир, достаточно кровавенький. Хотели показать, что здесь русское христианское государство и что сюда не нужно лезть террористам и подлецам. Придете в христианское государство – получите еще жестче отпор. Православный мир не будет сидеть, сложа руки. Конечно, это полная противоположность христианской морали, но кто из нас сомневается, что все эти ребята никакого отношения по настоящему христианству не имеют. На вопрос, готовы ли ваши ребята показать кинопрокатчикам, Александр Калинин заявил. Эти люди, которые разбрасывают листовки и, в том числе, поджигают автомобили – сторонники борьбы с безрассудством и безнравственностью. Они могут пойти на самые крайние меры. И проблемы будут еще больше. Отозвали бы лицензию у Матильды, раз народ против. Разве так сложно? Сейчас, когда мы знаем, что к какому-то кинотеатру может прилететь, звоню я или кто-то из наших братьев. Мы доносим позицию верующих людей. Вот так это сейчас называется на России. Самый открытый террор оказывается позиция верующих людей. Они открыто ее доносят и ничего не боятся. Они действительно считают, что по их требованию и напору должны отказываться от показа тех или иных фильмов и вообще начинать действовать по их лекалам. Большой мечтой Александра Калинина является сделать Россию по примеру иранского государства. Калинин – его большой кумир. И он считает, что исламская революция в Иране – одно из самых важных событий в мире. И уверен, что и в России могло бы произойти нечто подобное. Что интересно, вот этот человек, который имеет непосредственно радикальную организацию, который представляет реальную опасность, не скрывается, заявляет о том, что он и его собратья готовы действовать, находятся на свободе. Никто его ни за что не осуждает и не сажает в тюрьму. А, например, режиссера Серебренникова, который вообще не представляет никакой опасности, посадили под домашний арест и ему грозит приличный срок. Вот это то, что творится на Россию. А сейчас небольшая статья на эту тему от Евгения Киселева. Недавно прочитал слова Александра Калинина, некоего лидера христианского движения в России. «Православная страна должна быть именно такой, как Иран, тоталитарным религиозным государством». Эта мысль больше всего меня впечатлила, когда Александр Калинин, глава таинственной организации христианское государство Святая Русь, говорил об этом на «Медузе». Пока еще эта организация не запрещена в России. В этом интервью, в частности, бородатый православный фундаменталист утверждает, что волна телефонных звонков с террористическими угрозами, повлекшая за собой массовой эвакуацией граждан, прокатившейся по всей России, связана с протестом против злополучной Матильды. Возможно, все это плод воображения Калинина. Возможно, он откровенно блефует, чтобы сделать себе громкое имя, представить достаточно маргинальную группу своих сторонников мощной и развлетленной организации. Возможно, а что, если нет? А что, если власти то и дело апеллируют к традиционным ценностям, православию, самодержавию, народности и прочим скрепам, разжигая антизападные настроения, потакая церковным консерваторам и устроителям крестовых походов под дремучими лозунгами вроде «Последнего шествия в Петербурге», не предпринимая ничего против обезумевшей прокурор Шипоклонской, выпустили джина из бутылки. Я своими глазами видел, как в Иране в 1978 году началась Исламская революция. До конца лета все ограничивалось немногочисленными беспорядками то в одном, то в другом городе Ирана. Но после того, как 19 августа в южном городе Абадане был совершен поджог кинотеатра «Рекс» и заживо сгорели как минимум 377 человек. Это до сих пор третий в истории теракт по количеству жертв. Страну очень скоро захватили массовые протесты и демонстрации, в которых все большую и большую роль играли сторонники лидера шиитского фундаменталиста Аяталы Хамени. Они привели к свержению не так уж страшного, отнюдь не демократического, но и не шибко жестокого режима коррумпированного, но пытавшегося как-то модернизировать страну, проводить какие-то реформы. На его место пришел режим иранских мул, куда более жестокий, нетерпимый, кровавый, опрокинувший стремительно европизировавшую страну в архаику, превративший Иран в одну из угроз международной стабильности и безопасности, включая угрозу ракетно-ядерную, в источник экспорта исламского фундаментализма и поддержки террористических организаций вроде Хезболы. По официальной версии, поджог кинотеатра Рекса, кстати, далеко не единственного кинотеатра, сгоревшего в пламени исламской революции, вместе с кафе, ресторанами, дискотеками, прочими увеселительными заведениями, магазинами, торговавшими нескромной женской одеждой и прочими атрибутами европейского образа жизни, устроили зловредные шехские спецслужбы. Спустя несколько лет главный организатор поджога некто Хосейн Тикбализаде признался и покаялся в том, что совершал это по заданию религиозных лидеров и под влиянием проповеди Хомини, который неоднократно осуждал кино как западное дьявольское развлечение, во время которого к тому же мужчины и женщины сидели вместе в темноте. Так Бализаде судили и повесили, а его показания замяли. И вот теперь в России появилась организация, лидер которой заявляет, что мечтает о православном Иране и грозит предать огню кинотеатры за грядущий показ Матильды. Вас это не тревожит? Кто-то скажет, да бросьте, где Россия и где Иран. Исторические параллели не работают и вообще все это страшилка для слабонервных интеллигентов. Кремль и ФСБ все контролируют. Может быть. А вдруг если нет? Поверьте мне очевидцу событий в Иране в 1978 году. Всем, включая США, которые тогда были союзниками Ирана, тоже казалось, что Шах и его спецслужбы все контролируют. А бородатый Аятолла Хомини, разославший свои проповеди, записанные на магнитофонной кассете, откуда-то из соседнего Ирака, где он жил в эмиграции, воспринимался в Тегеране не намного серьезнее, чем сегодня воспринимается в Москве бородатый православный фундаменталист Калинин, что-то вещающее из далекого Липецка. Когда вдруг стало ясно, что все очень серьезно, и Джин давно вырвался на свободу, было уже поздно. Субтитры создавал DimaTorzok